Значит, мне хотелось, чтобы вы начали издалека со своих первых впечатлений 30-х годов, о которых вы рассказывали. 37-й, 37-й год. Хрущев, ваше воспоминание. Хорошо, я постараюсь вспомнить. Я думаю, что давать оценки историческим личностям тем более задним числом дело весьма трудное и деликатное. Трудность состоит в том, что, давая характеристику, нужно очерчивать те объективные условия, в которых действовала эта историческая личность. Которая, как правило, это объективная реальность многослойная. Со многими превходящими объективными и субъективными обстоятельствами. Это одно. И второе. Возвращение к исторической личности накладывает ответственность на того, кто дает эту характеристику. Очень большая ответственность. С тем, чтобы здесь не было какой-то субъективной особой предвзятости. Хрущев, безусловно, Никита Сергеевич Хрущев, безусловно, по моему глубокому убеждению, личность исторического значения. И личность противоречивая. Личность, личность, которая, в которой самой природой был заложен талант, человеческий талант, который проявлялся прежде всего в его быстрые, острые схватки в оценке явлений и организаторских способностей. И вместе с тем, это человек, которому, конечно, не хватало образованности. Не хватало той в силу недостатка образованности широты взгляда на реальную действительность, которая его окружала. И мне думается, что вот это противоречь между природными способностями и недостатками в силу разных обстоятельств своей образованности, и ограничивали его мышление, его взгляды на события, происходящие как внутри страны, так и вовне ее, за рубежом. То есть, эта недостаточная широта взглядов, мне кажется, что она и стала основным источником его беды, его трагедии, его ухода с политической арены. Вы представляете, что человек, который воспитывался в условиях того режима, который был создан Сталином, пытался выскочить из этого состояния. Выскочить не только сам, но попытаться вытащить страну и поставиться на совершенно иной путь, на путь действительных, социалистических, по своему смыслу, по своему содержанию, движению. конечно, конечно, на это была, нужна колоссальная смелость. Колоссальная смелость, решительность, силу воли, и вместе с тем, умение предвидеть, как ему все это приведет. Вспомнить вперед, и надолго вперед. И вот, то, что он не сумел посмотреть далеко вперед, и определить действительные пути социалистического развития страны в подлинном, научном смысле этого слова. И повело к тем волонтаристским, субъективистским ошибкам, к шатаниям, к порте отношений с товарищами по партии, к различным экспериментам, которые начали вызывать улыбку у людей, к появлению различного рода анекдотов вокруг его имени. Оно, конечно, создавало у него, у него лично, как мне представляется, в душе, в разуме его, в состоянии неуверенности, в том, что он справляется с той исторической задачей, которую перед собой поставили. Я думаю, что Эрнест неизвестный скульптор, который сделал ему памятник, который стоит на Новодевичьем кладбище, он правильно уловил, он очень здорово, понимаете, уловил, как скульптор трагизм Хрущева, когда он голову Никиты Сергеевича поставил между двумя стеллами, черный и белый. Он пошел от черного к белому, но он не дошел понятия, его обстоятельства раздавили. Почему? Я повторюсь, потому, что у меня не хватило широты взгляда на окружающую действительность. Ну, это, так сказать, в порядке предварительных рассуждений, и я постараюсь в последующих на примерах это показать, если мне удастся. Я впервые увидел Никита Сергеевича Хрущева то ли в году 37-м, то ли в 38-м году, когда он работал первым секретарем Московского областного и Московского городского комитетов партии. Увидел на одном из комсомольских активов в колонном зале Дома Союза, куда я был приглашен как человек, который занимался с интересом общественной работой в комсомольской комитете Московского юридического института, в котором я учился. Конечно, Никита Сергеевич это много наслышан был, видел его на демонстрациях, стоял он на мавзолее рядом со Сталином и с другими. читал его выступления, в том числе и по поводу врагов народа, которые действовали якобы в рядах партий и в нашем советском обществе. И, конечно, у меня были какие-то от начитанного свои впечатления о Хрущеве. Но этого недостаточно, естественно, для того, чтобы судить о человеке и создать свое мнение, надо его видеть, надо его слышать, надо посмотреть, как он выглядит. И вот такая возможность мне представилась на этом активе. Я не помню всего, о чем он говорил, естественно, это было давно. Но меня тогда поразило, что этот невысокого роста человек, такой полноватый фигуры с небольшим брюшком, с большими залысинами, с большим лбом на круглом лице, обладает такой огромнейшим, понимаете, огромнейшим внутренним зарядом энергии. Он говорил, не просто даже говорил, он клокотал. Из него вырвались фразы, как будто, понимаете, кто-то оттуда их нагнетал, выскакивали из его уст в аудиторию. Это, конечно, заражало. Это заражало и невольно, невольно подчинялся, вот я, как слушающий, невольно подчинялся его этой экспрессии. Он меня увлекал, он меня завлекал, он меня брал в свои сети. В том числе, я убеждался в том, что он говорит истинную правду по поводу врагов народа. Что это действительно враги народа. Это действительно люди, которые не хотят добра, радости и счастья моему народу. Я верил ему. Я абсолютно ему верил. У меня не было никаких сомнений. Хотя, в это время у нас в институте шли комсомольские собрания по одному, по два, по три дня, беспрерывно, по вечерам. по поводу исключать или не исключать из комсомольской организации детей врагов народа. Я прошу поверить мне, я не знаю ни одного случая, когда бы комсомольская организация института, юридического института, ребят с определенной юридической уже подготовкой, ребят, знающих историю политических учений, юноши и девчат, усваивавших усваивших всю историю развития юриспруденции, начиная с римского права и даже раньше, с законом Хамураби. Я не знаю ни одного случая, когда комсомольская организация исключила бы из своих рядов сына или дочь врага народа. коллектив всегда отставал на защиту этих людей. И все таки, я верил Никите, Сергею Ч Samich shell, тогда, когда я его слышал. Конечно пройдет много лет, и мое юношеское восприятие, оно изменяется. У меня повысится уровень знаний, я приобрету собственный личный опыт, у меня сформируют свои личные убеждения. И тогда, тогда я по-другому буду смотреть на то, что говорил в 1937 или 1938 году Никита Сергеевич с трибуны в колонном зале Дома Союза, в этом превосходном зале, где такая акустика. Мне приходилось там выступать. Там выступать в удовольствии. Такое удовольствие, как со сцены Большого театра. Ты говоришь, и если у тебя хорошая артикуляция, и ты следишь за своей речью, то каждый слог в русской речи, он может быть доведен до слуха аудитории, и слушающий будет радоваться прелести русской речи. Если, конечно, ты на это способен. Вот это первые ощущения от Никиты Сергеевича Хрущева, первые впечатления от него, первые юношеские, я повторяю, восприятие этого выдающегося, повторяю, государственного деятельства. Потом, естественно, я читал его выступления, речи, следил за его перемещениями, с Москвы на Украину. Его разговор о нем, когда он был член военного совета на фронте. А какие разговоры были о нем, когда члены военного совета? Вы знаете, разговоры были, как о члене военного совета, не очень одобрительные. Говорили почему-то о его недостаточной компетентности. Я ему, я вам скажу, я это прощал. Потому что человек штатский, сугубо штатский, не может знать все, что относится к оперативному военному искусству, что является функцией фронта, а он был членом военного совета фронта, а тем более к стратегическому военному искусству, что является функцией понятия верховного командования. Он мог и не обязан был это узнать. Он, наверное, делал свое дело, следить за состоянием, за морально-политическим, как так говорили, состоянием войска. А это он, я думаю, делал сполна. Если говорить о военных годах, вы были на фронте в довольно специфическом качестве. Вам что-нибудь известно тогда было или сейчас известно о судьбе сына Хрущева? Говорят очень правильно. Вы знаете, я это услышал, когда пришел в органы. Вы знаете, специфика коллектива органов государственной безопасности, как мне казалось, одна из спецификов, состояло в том, что в этом коллективе ходили совершенно беспардонные заключения, мнения о чем-то, о ком-то, различные байки, слухи. Там можно было слышать такие антисоветские анекдоты, за которые других сажали. Немедленно. А вместе с тем сотрудники себе позволяли такие вещи. И я слышал, что сын Никиты Сергеевич дезертировал во время боя. Бежал с поля боя. И естественно, он был, его надо было судить за дезертисты, так как всех. Хрущев об этом узнал и, как рассказывает, обратился к Сталину. Что делать, как поступить? Якобы Сталин ему сказал, это дело твоей совести. И с сыном поступили, так, как поступили. Так, как поступают с дезертирами во время войны. Потом я слышал, что где, вот, Хрущев, понимаете ли, он так обрушился на Сталина, вот, с такой критикой на 20-м съезде партии, это потому, что он, вот, мстил Сталина, что Сталин, понимаете, отдал его сына на произвол судьбы, что он его не защитил и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что это очень мелкий взгляд на явление. Я думаю, что ни Сталину, ни Хрущеву, как деятелем такого калибра, все-таки не были присущи, присущи качества, при которых крупные решения политического совести принимаются на основании каких-то личных обид, амбиций и прочей. Это может повлиять, может повлиять, но это, я думаю, что вряд ли Хрущевым двигало именно это обстоятельство. Вот это моя первая по сути встреча на расстоянии. Никита Сергеевич стоял на трибуне, а я в зале с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Николай Николаевич, 1953 год, если, может, я хотел бы вернуть, то есть перейти к нему. Смерть Сталина и июнь-июль арест Берия. Вы тогда работали в МГБ, да? Какие-то воспоминания о Хрущеве в этой связи у вас сохранились? Одно такое воспоминание. Я, когда скончался Сталин на ближней своей даче в Волынском, я был в Англии в составе студенческой делегации. И, помимо всего прочего, я интересовался в связи с делом врачей, которые все время находились в заключении известно дело врачей, убийц, в белых халатах, как написали в газете. Я интересовался так называемой сионистской организации «Джоинт», что она и себя представляет. Потому что следователи, которые допрашивали арестованных по делу в России, они связывали еврейскую часть арестованных с тем, что якобы они действовали по прямому заданию этой еврейской организации «Джоинт». С помощью наших резидентов в Лондоне я поинтересовался тем, насколько это соответствует действительности. И я увидел, что это придумка. Это типичная липа. И вот когда я, когда Сталин скончался, я значит, приехал к Громыке, и мы все вернулись в Москву. Вся наша делегация студенческая. И нас двоих, мы Рапохин Алексей, архипсекретарь ЦК в ЛКСМ тогда, я мы значит, нас встретили в аэропорту, мы позвонили из Минска, нас встретили в аэропорту, посадили на машину, доехали до метро Кировская, там на метро до Охотного Ряда, перешли, нас провели через ряды идущих в колонны и зал людей, поднялись, разделись, и мы встали в предпоследний почетный караул у гроба Сталина, в предпоследний почетный караул. И вот в комнате, где собирались те, кто становился в почетку, я видел Хрухева и других, и Маленков, ну все, и тогдашний политбюро, и Лаврентия, Берия. Вы знаете, Никита Сергеевич был по-настоящему расстроен, даже, может быть, подавлен, случившимся. может быть, потому что он блондинистый человек, и лицо у него, и брови, и белесы, и волосы, белесы с сединой, белесы, да еще с сединой. Мне показалось, что ее глаза красные, что они заплаканные. А остальные? Вы знаете, я думаю, что как-то, конечно, простой истории, но более спокойно. Все, все группировались вокруг Маленкова. Вокруг Маленкова. Когда стояла в почетном карауле и шла замена, я почувствовал, что сзади меня кто-то встал и дышит мне в самый затылок. Кто-то выше меня и в затылок. Я так повел аккуратно глазами, смотрю, стоит суслов сзади меня. Михаил Сергеевич наш великий Андреевич наш великий неповторимый идеолог, с которым у меня уже были к тому времени определенные отношения. То, что я тоже занимался идеологией, занимался агитацией и пропагандой. Вот. И все-таки, все-таки, несмотря на заплаканные глаза, Никита Сергеевич сделает величайшее дело для нашего народа. Величайшее. Это, естественно, я имею в виду разоблачение культа личности Сталина и его последствия. Ведь, если коротко говорить, что такое культ? Это рабство мыслей, рабство мыслей и рабство духа, рабство духа каждого из нас. Это те путы, те вериги, которые были наложены на каждого из нас. Мы привыкли к ним. Мы их не замечали. Мы их не замечали, мы свыкли с ним. Они были нашими веригами, они были теплыми от наших тел. Эти цепи. Они были легки для наших сердец, для нашего разума. и это не случайно. Это объяснялось тем, что происходящее в стране событие, жизнь, она улучшалась. Она и до войны резко пошла в жизнь. Я знаю по собственной семье. Мы начали есть каждый день мясо. каждый день ели мясо. Котлеты, бифштексы, супы, щи с мясом. И после войны тоже жизнь пошла на подъем. На подъем, сразу на подъем. Это все чувствуют, все знали. Почему сейчас прошлое поколение, вот мы старики вспоминаем Сталина по-другому, нежели раньше. Но все-таки вспоминаем, потому что он сумел сразу повести дело к подъему жизненного уровня людей, всего народа. Не только вас и меня, а всего народа. Но Хрущев, Хрущев, будучи сам воспитанником этой среды, он понял, что дальше общество наше, если мы хотим идти по социалистическому пути, с общества, из каждого члена все должны быть сняты эти цепи. Снято и похоронено навсегда это рабство мыслей, духа, воли. вы знаете, когда я был приглашен на закрытые заседания 20-го съезда партии, а вы дали другие пропуска, я был на всех заседаниях съезда партии, а на вечерние заседания почему-то выдали другие пропуска, другие приглашения, но выдали и выдали, мало ли что там не придумывает КГБ, потому что оно вместе с общим отделом ЦК командовал этими вещами. зал был полон обычный, как во время таких заседаний, во время таких форумов оживлений, шутки, смех, разговоры, грубки, поодиночке. Потом произвел звонок, появились члены президиума съезда и вышел на трибуну Никита Сергеевич и начал делать свой доклад, который потом был назван как секретный. Он действительно не публиковался. вы знаете, вы знаете, когда я сидел и слушал этот доклад, у меня было ощущение такое, что с каждым новым фактом приводил в докладе. Меня все больше и больше вбивают, просто действительно вбивают кресло, понимаете. Я весь становлюсь меньше в своих объемах. Мне было стыдно смотреть вокруг себя. В зал сидели все пригнувшись над пюпитрами. Было ощущение такое, что каждый замкнулся в самом себе. Каждый обдумывает то, что говорит Хрущев и соизмеряет степень своего соучастия во всех тех диких преступлениях, во всех тех мерзостях, которые творились все из культуре и степень. до после съезда мы как-то обычно ходили вместе, как-то все сразу понимаете, друг от друга разбежались. И каждый остался меня союз 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 этот доклад меня потряс. Он меня потряс. Я уже знал к тому времени, что то, что преподносится под видом марксизма-ленинизма, под видом марксизма-ленинизма, это совершеннейшая урезанная частица подлинного марксизма-ленинизма. Я для себя в уме выстраивал совершенно определенную схему теоретического состояния, состояния общественной мысли, марксистской общественной мысли в нашей стране. Потому что к этому времени я очень интересовался народовольцами, чернопередельцами, эсерами, кадетами, в общем, всеми политическими течениями, которые существовали в древолюционной России и в пост-древолюционной России. Естественно, прежде всего я интересовался в истории марксизма, которой я искренне был увлечен, которой я верил и до сих пор верил. Я и до сих пор верил в социализм, верю в правоту марксистского учения. марксизма. если посмотреть на марксизм как теоретическую основу, как научную основу социализма, то это очень широкая платформа, в которой по существу дан анализ всех видов общественных отношений, которые существуют в любом человеческом сообществе, начиная от семейных и кончая производственными отношениями. и соответствующие этим отношениям политический настрой. Ленин в совершенно иных исторических условиях сужает эту широкую базу марксизм и делает усеченный конус, где в основе всего ленинизма лежит главнейшая задача, которую он поставил перед собой и перед партией, которую он возглавлял. Это достижение власти, это достижение, это установление диктатуры пролетариат с использованием тех конкретных исторических условий на фоне тех конкретных исторических условий, в которых он действовал. Сталин, который, по-моему, не очень широко знал марксизм и его широкие и глубокие основы. И знал Ленина в том объеме, как он формулировал «Сталин «Сталин» еще больше усекает эту усеченную пирамиду, теоретическую пирамиду марксизма. «Сталин» нанес на ближе к конусу, где во главу положено, как мне представляется, в основном не теоретическая разработка социалистического строительства, а способы сохранения и удержания власти. И приспособление механизма государственного управления и общественного бытия сопочиня этой главной задачей. Конечно, то, что я говорю, это очень грубый схема. Это очень грубый схема. И всякий, конечно, может меня очень резко критиковать за такой схематический подход. И он будет прав. Потому что нельзя, это научно несостоятельно укладывать на эти крупные явления какую-то схему. Но это так для образа. Давайте продолжим. Тогда приемник Сталин стал Хрущевым. Если этот образ продолжить... Если продолжить образ, значит, Хрущев... Да. Что Хрущев? Конечно, ему нужно было найти пути расширения этой пирамиды. То есть возвращение всех нас к тому исходному пониманию социализма, который, как ученик, который закладывал с него основоположники. Но для этого нужно было выбить из всех нас те последствия, которые отложились от культа личности Сталина. Ведь культ Сталина – это не только культ одной фигуры. За культом, за большим культом Сталина шли культики разных уровней. Это была система. Где-то в году в 57-м Никита Сергеевич предложил академику Константинову Федору Васильевичу, который был то ли и зав. отдела пропаганды, уже не помню, то ли ректором Академии общественных логов по ЦК КПСС и мне, который занимался идеологическими вопросами, вопросами пропаганды, агитации от комсомолев. Подготовить письмо к подростковой части молодежи, в котором изложить, что такое культ и почему он вреден, почему нужно его разоблачить и покончить с ним. Вы, говорит, должны написать так, чтобы это было очень ярко, образно и убедительно. Можно представьте себе двое, христианство. Глубокой осенью. Дожди, дожди, дожди. Дорогу проселочную до того размывы. Едут крестьяне, появится на телегах, а колья такая глубокая, что телега, понимаете, ползет брюхом по земле. Лошаденка выбивается, понимаете, искренне, никак этот воск не может тащить дальше, вперед, куда нужно крестьяне. Что делает крестьяне в этих случаях? Он слазит с телеги, подходит к лошади, берет ее под усцы и по морде, по морде, по морде, и помогает, чтобы она выскочила из этой наезженной колеи. И чтобы спокойно повезла воск вперед. вот и нам надо так поступать в нашей работе, чтобы выбить наш народ из этой колеи, чтобы мы могли свободно двигаться вперед. Вот так мы должны объяснить ребятам. То есть смене, которая идет за нами. Чтобы этот культ никогда не повторялся. вы знаете, он, Никита Сергеевич, не только доверял юности, молодежь, комсомолу, но он любил. Любил, искренне любил молодежь. Я впервые во время празднования сорокалетия комсомола торжественного пленума Центрального комитета ВЛКСМ, который состоялся в Лужниках на большой спортивной арене, где со всей страны было собрано десять с лишним тысяч. Впервые после пленума попал на обед, который тогдашний состав членов политбюро во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым дал для нас секретарей ЦК ВЛКСМ. У нашего высшего начальства все было очень хорошо организовано. В разных местах, где они могли собираться все вместе, были специальные помещения с кухонькой, с обслугой, и вот здесь, за трибуной, на которой они располагались, они в президенте сидели, в комнате были накрыты столы. и там, в эту комнатку были приглашены мы. Комнатка небольшая. Это еще был старый состав политбюро. Там был Микоян, был Ворошил, вот, и другие, я не помню. и я смотрел на Хрущева, может быть, с восторгом. И он нас обласкивал своим взором. У него был очень интересный взгляд. Я не видел людей, больше никогда не встречал людей с таким взглядом. Вот он смотрит на вас, казалось бы, он смотрит в ваши глаза, а ощущение такое, что он смотрит, глаз его замыкается, взор его замыкается, где-то сзади вашего затылка. Он как бы своим взглядом охватывает вас всего. И заканчивает ваш осмотр на вашем затылке. Это очень интересный взгляд. Да-да. Вот за этим обедом, вы знаете, меня поразила та товарищеская обстановка, которая была между ними, всеми подберем. Они друг к другу на «ты», с таким товарищеским, понимаете, подковырками друг к другу, шутками. я вот сидел между этим самым Косыгиным и Ворошиловым. Анастас, этот самый, Хрущев говорит, «Анастас, ты смотри, что это там Хрущев, что это там Ворошилов все подливает и подливает по этим ребятам одной водки с перцем?» Так они окосяют сразу. Анастас, ты навеем коньячка армянского. Это не так вроде того, что, понимаете, по башке бьет. И вот и добрые отношения между ними, и теплота по отношению к нам. Вот я сидел с Косыгиным, понимаете, расспрашивал у меня за столом, потом мы сели, когда концерт начался, я ему рассказывал, кто, что, чего, я отвечал за это, что он делал. Вот. Какой-то очень искренний интерес к каждому. Я немножко забегу вперед и скажу вот о чем. Я думаю, что было большой ошибкой, несмотря на то, что Никита в октябре 64-го года освободил. И что я поддерживал тогда. А потом, спустя какое-то время, я все больше и больше стал приходить к убеждению, что то, что освободили таким образом Никита Сергеевича Хрущева, это была ошибка. Ошибка повела к тому, что вместо того, чтобы ориентироваться на естественно подходящие, растущие, приобретающие опыт поколений молодежи и привлечения их к руководству, что совершенно нормально, что совершенно закономерно. и без чего жизнь не может продолжаться. Вместо этого, и на что ориентировался Никита Сергеевич? Вместо этого к руководству пришел Брежнев, который по существу перешагнул через наш поколение. Он прервал естественно все поколения. Вы посмотрите, при Хрущеве в партии, секретарями ведущих областных комитетов партии, Центральных комитетов Компартии Советских Республик, молодежь, Москва, Егорычев, фронтовик, Ленинградские партийные организации, Толстиков, Василий, молодой в саках, Свердловской партии, Челябинской партийной организации, Родионов Николай Николаевич, и так далее, и так далее, министры правительства. На ключевых постах молодые полянцы, Шелепин, Семичасты, и так далее, и так далее. Прерыв исторической, естественной преемственности поколений, по-моему, глубочайшим убеждением. Я могу это доказать. Данное интервью вряд ли дает основания и время для рассуждений по этому поводу. Но прерыв исторической связи поколений привел к тому застою свидетелем, которым мы стали во времена правления Брежнева. Молодежь чувствовала, что необходимо, понимаете, научно-техническое перевооружение всего народного хозяйства на базе достижения научно-технической революции. Весь мир, понимаете, перелопачивал свое производство до новых началах. А у нас даже в авиационной промышленности в авиационной промышленности только работали, понимаете, на станках ДИП, догнать и перегнать, которые были созданы в эпоху первых, во времена первых пятилеток. Это не только в области общественной производства, ведь по существу не может политическая настройка жить в течение многих десятилетий одной и той же не меняется. Ведь смысл по существу двадцатого съезда как мне представлялось. Я писал об этом. это не придумка. Если поднять мою писанину, которая была в журналах, там все это есть. Ведь нужно было создать такой политический, такую политическую атмосферу, такой политический механизм, который бы напоминал сито, огромные демократические сито, которые все время движутся в народной массе. Это сито. И народ из своей среды отсеивает таланты и выдвигает к руководству. Вот что нужно было сделать. И молодая поросль могла это сделать. Потому, что они прошли войну, они знали, они видели жизнь других стран. ощущали ее, понимали. Они были свежи в своем мысли. У них не было заскорузлости. Но, к сожалению, история штука серьезная, весьма серьезная штука, и она распорядилась под ее. Никита Сергеевич постепенно стал, как мне кажется, соскальзывать, скатываться с курса, намеченную самим на 20-й сентябре. И все больше и больше вместо коллективного, поистине, коллективного обдумывания путей дальнейшего родительства, который стал на путь собственного творчества. То есть, непродуманного, скороспелого, не имеющего, естественно, под собой никакой научной осмотр. то повседневную кукурузу сажать, то области делить насильственное управление насильство, хозяйство и промышленное. И так дальше. Приезжая как-то в Финляндию, в Финляндию Президент Кекана пригласил к себе. По финскому обычаю пошли в баню. И в баню разговаривали. И он с улыбкой рассказывал, с хорошей улыбкой, без, знаете, какой-то, по-моему, задней мысли, с хорошей такой улыбкой рассказывал о том, как Никита Сергеевич, когда был у него, рекомендовал сеять кукурузу в Финляндию. Я ему говорю, у нас не будет расти кукуруза. Как-нибудь я вам пришлю агроном, а такой, который вам вырастет такую кукурузу, вы и не видели такой кукурузы. Он прислал агроном. Агроном посеял, выделили мы землю, агроном посеял эту кукурузу, выращивал ее. Но выросли только отдельные особи этой кукурузы. И все над этим смеялись. И к концу, к концу, чем даже, тем ближе к концу, Никита Сергеевич позволял себе недозволенные эксперименты по отношению всей страны. и назревал действительно вопрос о том, чтобы ее осуществить. Это ощущалось вот его экспериментаризмом, его субъективистский подход, вот, как потом было, как потом было, было сказано на пленуме, на октябрьском пленуме 1964 года, когда его освобождали, и когда дали вот оценку, связанную с тем, что он в последнее время стал действовать методом волонтаризма, и субъективных решений, это стало появляться на его отношении к своим товарищам по партии. вот та обстановка, которая была за ужином во время 40-летия комсомола в 58-м году, на обеде в 63-м году, на обеде членов политбюро, наше членов политбюро с членами политбюро Центрального комитета партии трудящихся в Вьетнаме во главе с Лизуаном была совершенно сильной. Вьетнамские товарищи во главе с Лизуаном почти в полном составе своего политбюро прилетели к нам для того, чтобы попросить дополнительной помощи. Всякого рода. и военную, и в области экономики, и так далее, и торговли, и так далее. Я этим делом вплотную занимался, потому что по работе заместителем Андропова Юрия Владимировича в отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическим рабочим партиям я занимался в числе других стран Китая, Кубы, Кореи, Монголии, и Вьетнамом. все собрались на этот обед. Он состоялся на коммунистической улице в Кремле. это левое, если смотреть на Большой Кремлевский дворец, это левая часть этого дворца, и там была такая своя половина, где собирались иногда члены, как в бюро, посидеть, пообедать, поговорить по делам и так далее. Вот там был устроен обед. Задо, когда было определенное время обеда, Никита Сергеевич позвонил и сказал, слушай, месяца, ты там не шикуй, чтобы обед был скромный. Сам представь, там война, нехватки, а мы здесь пиры будем закатывать, не надо, все сделаем, чтобы хорошо поесть, и все, безо всякого шика. Представляете, какой такт по отношению к товарищам из братской партии. Можно было бы и не обратить на это внимание. Или в один из вечеров звонит, как там у вас дела? Я был с вьетнамскими товарищами в их резиденции на Ленинских горах. У каждой братской партии был свой особняк на Ленинских горах. в котором они остались как в своем доме. Они знали уже обслуживающий персонал, и наш обслуживающий персонал знал повадки, какая кухня, понимаете, что им нравится, поесть, ну и так далее, по житейски. Все это объяснили. Звонит и говорит, что вы вечером делаете будете? Я говорю, наверное, кино посмотрим. Я постараюсь, когда вы будете ужинать? Я говорю, как обычно часов после, а потом кино. А чего хотите показать? Я говорю, вы знаете, я, товарища Мизонова, рассказывал о фильме «Живые и мертвые» о Симонове. Я говорю, он очень хочет посмотреть. Да не надо это показывать фильм. Там война, и здесь война. Начни людей расстроить. Покажи им русский сувенир. Отличная картина о наших делах, о наших успехах, сделанной товарищем из ГДР. Я говорю, хорошо, Никита Сергеевич. Я говорю, вы не придете поужинать с нами? Он говорит, не говори ничего. Если время не появится, я приду. А нет? До свидания, до свидания. За ужин говорю. Я говорю, товарища Мизонова, звонил Никита Сергеевич. Я говорю, вам и всем чьям берегаться. Сердечный поклон от него. Если у него время будет, я все-таки решил сказать. Я говорю, то он может быть сегодня заглянет. Поинтересовался, что мы будем делать вечером. Я сказал, смотреть кино «Живые и мертвые». Он посоветовал мне не смотреть «Живые и мертвые», «А показать вам русский сувенир». Ильзуан засмеялся и говорит, «Да чего, слушайте, как не приеду в Москву, все русский сувенир он мне показывает». Давайте посмотрим «Живые и мертвые». И посмотрим «Живые и мертвые». Конечно, это превосходный фильм. Сделан по прекрасному сценарному материалу романа Симона Константин Михайловича «Живые и мертвые». По-моему, это одно из лучших произведений о войне. Так. Ну вот. Собрали, значит, наше членное политбюро на этот обед. Я приехал к штампскому товарищу, Никита Сергеевичу. Нет и нет. Нет и нет. Андропа говорит, «Слушай, позвони-ка к нему в приемы». Не знаю, приехал, не приехал. Да, выехал, не выйдет. Звоню, мне там комиссар говорит, «Сейчас выезжаем». Я прихожу, я говорю, не волнуйтесь, сейчас выезжаю. Я пойду вниз, встречу его. Победенный зал на третьем этаже. Я спустился вниз, приезжает, вкатывается таким шариком. Он еще больше располнял, Никита Сергеевич. походка такая легкая. Я поздоровался, я говорю, «Давайте, я вам помогу». Пальто. Я сам. Сбросил себе пальто, повесил шляпу. Я говорю, «На лифт». «Нет, нет, 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 нет. Какой там лифт? Пошли. Ты давай, молодой, угодишься за мной или не угодишься? По лестнице». И по лестнице, как начал, я за ним начал бегом. Пришли, поздоровались, сели. Сначала разговор был о делах. Удовлетворяют ли те решения, которые приняты нами, в ЦК и в правительстве, в отдельных министерствах и ведомствах. Потому что были и прямые связи, помимо уровня там Совета министров. А потом ни с того, ни с сего не было никакого повода. Никита Сергеевич начал давать характеристику членам подберем. Вьетнамские товарищи сидели с одной стороны стола все, а наши с другой стороны. Я сидел на самом конце, справа, от Никиты. И я видел здесь реакцию. Вот я хочу вам рассказать, как у нас дела-то идут. Ну, что вот Подгорный. Председатель Президента Верховного Совета. Чем он там занимался? Какие там у него дела? В Верховном. Там дел-то никаких нет. Он же сахарный инженер, понимаете. Кончил какой-то сахарный институт. Попал в Москву. Ни с того ни с сего. Думали работать в МЦК. Потом думали, куда его делать? Режим на Верховный Совет. Смотри, Подгорный. Наливается красный весь. Опускает руки. Кулаки сжимает. Откидывается на кресло. Опускает голову. Все люди думают, как же ты можешь о своих товарищах такие вещи говорить. Звон на Лизуан, на Лизуан. Чувствовать себя неудобно. Что-то пытается сказать, и это говорит. Да что? А вот Суслов. Я до сих пор не могу понять. За культ личности. Или против культа личности. Говорит одно, а делает совершенно другое. И ведь никак его не ухватив. Как уж. Раз. И под корягу. Этот ведет себя по-другому. Такая улыбочка у него, знаете. Сардонического свойства. Ни один мускул, понимаете. Или вот. И в это время поднимается Брежнев. Из-за стола. По плечу хлопает Шелепина. За собой тащит. Шелепин, проходя в меня, хлопает по плечу меня. И выходит. Выходим. Брежнев. А, ну. Нехорошими словами. За кого он нас считает? Что мы ему? Мальчики. Распустился. Туды, туды. Туды. Кончать надо все. Думаю, что я буду стоять, я помню. Я говорю, я пойду позвоню в отдел. И ушел в отдел. И ушел в отдел. Взвел в отдел, вернулся. Они прошли. Уже сидели на своих листах. Я тоже сел. Сделал вид, что я выходил по делам. Подошел к Юрию Владимировичу. И сказал, что в отделе все нормально. Так, чтобы Липитр слышал. Что он дальше говорил, я не знаю. Но, во всяком случае, было для меня ясно, что он хотел вьетнамским товарищам показать, что он один решает все и вся. Все остальное у него мальчики не поднимут. Конечно, конечно, это было совершенно не по-товарищски. Конечно, это было ни в какие рамки партийной этики, да и просто государственной этики. Я понял тогда, что песенка Никита Сергеевич будет спета. Состав политбюро, которое он сформировал, ему этого не простит. И не простит, конечно, прежде всего, виртуоз на всякие комбинации и суслов. И организатором октябрьского плену 1964 года, конечно, был Суслов и Брежнев, а не так, как приписывается это там, это был Шелепин. Шелепин там в политбюро не был, в составе ЦК не был, то есть в составе ЦК был, секретарем ЦК не был. А нет, он был в политбюро, я извиняюсь. Был в политбюро. Да, да, был. Но инициатива ушла оттуда. Вы понимаете, если бы внутри политбюро, а стало быть и внутри ЦК, а стало быть и внутри всей партии, была бы обстановка подлинной внутри партийной демократии, которая, конечно бы, давала себя зато во всей стране и повела бы к демократизации всего общества и государства и общественной жизни в стране. То Никита не допускал бы ошибок. У меня был очень интересный разговор с Радой Никитичной как-то о дублее. Можно, да? У меня были очень добрые отношения. с Радой Никитичной от Жубей и с Олешей от Жубей. Они сложились еще во время работы в комсомоле. И отношения были довольно откровенны. Рада Никитичная очень горячо любила с ним. И, естественно, переживала за все то, что стало говориться ему во след, когда начались его вот эти субъективистские проделки. она говорила мне очень важные, по-моему, вещи. Знаю, я говорю, Коль, если бы отца надо сдерживать, надо уметь ставить ему заслон на пути его импровизации. Он не может, он настолько динамичен, что он почти каждую субботу или воскресенье, когда дома, он в своем кабинете на даче передвигает письменный стол. К сожалению, к сожалению, его товарищи по партии почему этого не делали. А это была бы ему большая помощь. Это очень знаменательное заявление. Оно имеет очень глубокий смысл, если влюбиться. А смысл состоит в том, что вопрос упирается в положение первого лица в системе государства, в котором мы жили. в силу отсутствия настоящего демократизма первое лицо становится неподконтрольным. органу, который выбрал его на этот пост пост первого лица партии государства. Отсутствие демократизма как бы было той питательной средой, на которой могли произрастать новые культы. и последний период жизни Хрущева человека, который восстал против культа, свидетельствовали о том, что он сам скатился на путь культа. На путь неуважения к своим товарищам, о чем я вам рассказывал на примере обеда с фетнамцами. На путь непродуманных решений без серьезного обсуждения в партии и в Центральном комитете известные реформы, о которых я тоже говорил. и конечно, конечно, это отсутствие естественного способа выращивания себе правопредельников. не в смысле престола наследников, а в смысле подготовки людей талантливых, людей широко образованных, людей по-настоящему по-настоящему совестливых. Мне кажется, что если политик, большой политик, человек бессовестный по своему внутреннему складу, то и политика его будь бессовестным, будь безнравственным. По этому поводу можно было бы многое говорить сейчас. Я хотел бы, чтобы вы сказали о Хрущеве, да и в этом смысле не надо. Вот. Я думаю, что вот последний период, к сожалению, для Хрущева стал его личной трагедией. он понимал, понимал, что повторяет путь, против которого он восставал. Но он был бессильный, чтобы это сделать. Окружение его, его окружение помогало ему пестовать из себя, и пестовала культ личности. Хрущева. Вы посмотрите, посмотрите, поведение окружения вокруг Хрущева. глядите в лица, вот, набрать можно разные кинохроники, материалы, и дать крупным планам то подобострастие, с каким его, товарищи, по полюбюро, с ним разговаривали. Это было видно даже из залов. А если все это дать укрупленным планом, это будет блестящая картина живого взращивания нового культа. Вот, пожалуй, и все. Мне думают, что в связи с Хрущевым могла бы представить интерес еще одна тема. это тема связи вождей партии, вождей государств с народом. Я думаю, что это в конечном счете центральная тема. неправильная, не центральная тема, что это центропункт поведения уважающего себя лидера в социалистическом государстве. Связи могут быть разными. Они могут быть естественными. когда чувствуешь, что тобой интересуется вождь, потому что ты ему интересен. Группой лиц или социальным слоем интересуется вождь, потому что ему интересно настроение этого социального слоя. Он разговаривает с представителем класса гегемона потому что это его потребность, это его жизнь, это его необходимость. и, может быть, связи со мной, с группой, со слоем, с классом. Формальный, дежурный, показная связь, которая не приносит удовлетворения ни одной стороне, ни другой стороне, и которая не учит ничему, ни одной, ни другой стороне, не позволяет обрабатывать правильный путь в дальнейшей жизни. У меня был как-то очень любопытный разговор с Лидом Максимом Хемлёновым. Это классик нашей русской отечественной литературы, и прежде всего по своему языку, литературному языку. он как-то мне говорил, слушай, не говори, ты там ходишь по Иврахаму, поговори, или с Хрущевым, или с Косыгином, а с Косыгином у меня были хорошие отношения, по-настоящему, как-то они так сложились. Вот едет в командировку кто-то из них, чтоб взяли меня с собой, или мне подобно. И ты понимаешь, у них одно видение, а у меня другое видение, того же самого явления. Сопоставление различных видений не позволяет находить то искомое и неизвестное, что нужно для жизни. я как-то Алексей Николаевич Косыгин сказал об этом, говорю, что ты, как это, Леонов с вами поедет, ты понимаешь, какой шум поднимется среди наших, я понял, среди кого среди наших, когда это было полезно. Так вот, возвращаясь к теме связи с массами. Думаю, что Сталин вообще был оторван от народа. Хрущев был ближе, гораздо ближе к народу. И его на первых порах, в первой половине, это, кстати, его деятельность, я делю его на два этапа, о которых я уже говорил, его встречи с людьми наши носили искренний характер. Это чувствовали все. К нему с огромной симпатией люди относились. Никита Сергеевич. Мы увидели своего. А потом он эти отношения испортил. А его идущий вслед за ним, Брежнев и идущий вслед за Хрущевым, Брежнев, у того связи были типичной показуха соответствующего образом обставлениями. Ведь почему Горбачёв слетел со своей вышки? Мне думается, потому, что он не знал по-настоящему историю своего государства, его историко-психологических истоков, основ и так и так потому, что он не понимал, что он стоит во главе своеобразного государства, которое лежит, стоит одной ногой в Европе, а в другой в Азии. В. В. мы контроли сейчас меньше, Горбачёва называли, и называют ещё продолжателем к brutal реформаторскую ближайцу.. Я думаю, что это сравнение неправильное, а не в корне ложное. У каждого реформатора должна быть цель. Великая цель. Великая цель. Совершенно ясная и определённая. У Хрущёва была эта великая цель, совершенно ясная и определённая, построить социалистическое, а потом коммунистическое общество в нашей стране. У. Это была искренняя, великая цель, которой была подчинена вся жизнь. Который шёл, Хрущёв шёл к ней, понимаете, сокрушая всё, что мешало. Да-да, сокрушая всё, что мешало. Не только внутри. Хотя он многое сделал к тому, чтобы, понимаете, изменить идеи карательных наших ходов и так дальше. Это особый разговор. Может быть, об этом стоит сказать дальше. Горбачёв же, Горбачёв, это человек, у которого не было и нет, и уже не будет великой цели. Он стоял и стоит и будет стоять или сидеть между двух противоположных началов, сидеть на двух стульях. Межусоциализм и капитализм. И разрушение, разрушение державы, великой державы пошло отсюда, пошло от него. Поэтому сравнивать человека, который укреплял державу, возвеличивал державу, с человеком, который, понимаете, уничтожил державность Отечества, непозволительно. Если можно, давайте вернёмся ещё в 58-й год, мы с вами об этом говорили. Есть интересный эпизод, который я хотелось рассказать. Я вас вместе с Пестерна. Никита Сергеевич. В методах своей работы часто использовал задиктовки своих мыслей сценографистами по тому или иному поводу. И затем передавал эти задиктовки для использования при подготовке тех или иных документов. Вот некоторые о себе говорят, что они были спичрайтерами, писаками речей. Вот Фёдор Бурласский, предположим. Что он, значит, писал речи для вождей? Это он писал. Он писал заготовки. Я знаю его. У него была картотека с набранными, там, нарезанными цитатами. На задную тему он собирал, представлял. Но потом над этими заготовками работали, предположим, если шла от нашего отдела. Заместители заведующие. Андропов сам. Потом шло в секретарь, предположим, Хрущёва, если это для Хрущёва. Там сидели такие лбы, такие умные головы, не чита Бурласскому. Потом, если у них не хватало собственных мыслей, у этих лбов умных, привлекали научно-исследовательские институты, силы научно-исследовательские институты. Только потом, потом, всё это выливалось в какую-то речь, документ, манифест, прокламацию и так дальше. Сейчас я подойду к своей вести. Нет, но ещё, если Хрущёв не говорил, как правило, по написанной речи. Он отвлекался. Он делал заготовки. То есть, главные свои мысли он формулировал сам и передавал для использования, для предварительного использования. Так это имело место и с Борисом Пастернаком. Мне думают, что он попал, Пастернак попал под горячую руку Хрущева. Который, конечно, по натуре был очень экспансивный, горячий человек. Который всё помнил. Я потом расскажу после Пастернака с Симоновым, что у нас был. Узнаёт Хрущёв о том, что на Западе опубликован Роман Пастернака доктор Живаго знает о том, что у нас сегодня в 6 часов вечера открывается торжественный пленум Центрального комитета в ЛКСМ в Луфниках, куда собрано со всей страны более 10 тысяч человек. звонит Семичастному Владимиру Ефимовичу, когда я был первым стрёмом Центрального комитета в ЛКСМ, и говорит «Сейчас я вам пришлю задиктовку свою о Пастернаке. С нарочным сейчас вам поднесут. Вы включите там, найдите место и включите в свой доклад». «Получая эту заготовку, Семичастный приходит ко мне и говорит «Слушай, садится, почитай». Там не критика, а там была брань в отношении Пастернака. Естественно, и перед теми частными, передо мной, как занимающие пропагандой и агитацией, и ведущие вопросы работы с творческой интеллигенцией, возникает вопрос. Если мы выпустим эту брань из уст первого серия Центрального комитета в ЛКСМ, мы можем испортить отношения с интеллигенцией, с какой-то ее частью. Ведь в конечном счете здесь один из принципиальнейших вопросов жизни советского общества, власти и творчества. Это особая тема. Никита на первом этапе своей деятельности правильно, мне кажется, строил взаимоотношения с интеллигенцией. Встречался, советовался, разговаривал, давал большую свободу. Тоже с тем же романом, с ложеницей и так дальше. А здесь случилось так, что есть русское выражение такое, я не знаю, какой его переделись на иностранный язык, шли я под хвост попала. И он сделал очень грубую, грубую, бранную заготовку в адрес-пастернакар по поводу его публикации этого романа на Западе. Что делать? Не давать эту заготовку в докладе, не воспроизводить нельзя. Нельзя. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ не может ослушаться первого секретаря ЦК ВЛКСМ Первый секретарь ЦК ВЛКСМ не может ослушаться. Не может. По причинам совершенно ясно. я думаю, не надо о них растудыкивать. Остается один путь скорректировать, смягчить на свой страх и риск. Мы смягчили, мы очень смягчили эту часть, эту заготовку Никиты Сергеевича и вставили в докладе. Но и она прозвучала резко. Когда мы пришли на этот ужин, о котором я рассказывал, мы думали, заметит корректировку своей заготовки этих ручьев и не заметит. Даст нам такой втык, что мы можем выкатиться или не даст? Ну, наверное, встреча с молодежью, общий подъем, настроение на пленном, понимаете, его прекрасно встречала молодежь на пленном, строила ему там восторженную встречу. Наверное, все это вышибло, выбило, заслонило в ее голове то, что он надиктовал. Но для Пастернака это имело очень серьезные последствия, как и для всей нашей политики, культуры и в связи с новинской премии у вас есть такой, у вас есть революция? Вы знаете, стали выступления семичастного на пленном ЦК стали воспринимать как якобы тот главный и единственный удар, который был нанесен Пастернаку. Это неправильно. Потому что до этого еще по-моему, если мне память не изменяет, Пастернака исключили из союза. Единогласно его товарищи по партии, по союзу писателей, единогласно, вы представляете, единогласно исключили Пастернака из своего союза. Где же совесть? Где принципиальность? неизвестен. Вот так. Никита Сергеевич помнил все, что касается творческой интеллигенции. он возвращался потом к этой истории с Пастернакой. Хрущев? Это мне неизвестно. Хорошо. Сейчас, тогда поделаем постопки. Несколько слов вы начали очень интересно рассказывать о событиях 22-го съезда и, в частности, о решении тела Сталина в зале. Я знаю, я хочу немножко мне хотелось бы отметить то, что вот бытность Хрущева первым секретарем центрального партии председателя Совета Министров Союза условно скажем в хрущевскую эпоху. В это, как тогда говорили, славные десятилетия. Еще были очень сильны в нашем поколении, прошедшем войну, связи и взаимные доверия между собой. Благодаря Хрущеву, я думаю, что наше поколение, поколение 20-х годов, поколение перебитое в своей значительной части, оно все-таки сумело в силу своих способностей, опыта подниматься к руководству. и куда бы ни приедешь, везде фронтовики были, и везде чувствовал поддержку. Приезжаешь и начинаются настоящие искренние товарищеские отношения. И вот эти добрые отношения они сказываются во многом. И в том доверии, которое мы испытывали друг к другу. вот предположим, Саша Аксенов, делегат 22-го съезда партии. Встречаемся на съезде. Он мне говорит, а он работал тогда представителем комитета госбезопасности Белоруссии. Да, это так. Говорит, знаешь, сегодня будут выносить из мавзолея тело Сталина. Пойдем, сходим, посмотрим. Я договорюсь. Пойдем. Где-то вечером Красная площадь была пустынная совершенно. подошли мы к мавзолею Ленина Сталина. Сняли шляпы. И, наверное, на него и на меня нахлынули при входе в мавзолеи воспоминания. конечно, каждого из нас нахлынули. словно, огромный вал захлестнувший собой все остальное воспоминание, связанные всем большим отрезкам нашей жизни, который мы пронесли в своих сердцах, в разуме, в период пытности Сталина генсиаком партии, стоящим фактически у руля всей страны. Ленина мы не видели. Мы его знали по книгам, по воспоминаниям его современников. А Сталин был наш современник. Сталин был тот, который создавал обстоятельства, в которых проходил процесс в формировании нас, в складывании нашего личностного Я. То есть той сущности, каждый человек из криентуры, без которого нет этого Я, нет человека. Если нет личностей, личностного Я, человек стирается. он не человек. Мы вошли в мавзолей налево, потом вниз, потом обогнули стену, поднялись на ступеньки и встали вдвоем, никого не было, встали около этих двух саркофагов. В одном справа лежало тело Ленина, а в другом тело Сталина. Вы знаете, мне кажется, что удивительное свойство человеческой психики, состоящее в том, что вот знаешь, что это событие никогда не повторится. И вместе с тем мысли сосредотачиваются не на том, что ты сейчас видишь, ощущение не с тем, что нужно было бы ощущать, а идет какой-то отлет куда-то в сторону, назад исправляются какие-то даже не очень существенные детали собственного бытия, связанные с этими людьми. И только потом, только потом разум начинает воспроизводить то, что он запечатлел и осмысливать. И вот уже выйдя из Мавзолея и попрощавшись с Сашей, я его пошел, проводил до гостиницы Москва и пошел пешком домой. Уже было темно, Москва затихала, я шел по улице Горького кверху сюда, вот в сторону Белорусского вокзала на Меусы. Я увидел Сталина таким же, почти не изменившимся, может быть, чуть-чуть желтизда на лице, каким я ее увидел в гробу, когда его хранили. у меня не было к нему враждебного чувства. Я вспоминаю, я когда смотрел на него, у меня не было к нему враждебного чувства, какого-то ненавистного чувства. у меня было к нему отношение как к человеку с трагедийной судьбой принесшей трагедию и судьбу народу. Вместе с тем возвеличив страну. Вместе с тем возвеличив страну. Возвеличив наше Отечество. При нем началась складываться мировая система социализации. Я встречался со многими крупнейшими политиками Запада, Востока, Юга, Севера, с премьерами имистрами, руководителем политических партий. И для меня возник вот сейчас один вопрос относящийся к Крущеву и к Сталину и совсем другим. Мне хочется если позволит время заняться одной проблемой. Почему в силу каких обстоятельств и причин лидеры, первые лица коммунистических и рабочих партий, стоящих у власти в ряде стран Европы доливись свои страны до того, что народ отвернулся с этим. мне думается, что это не праздные проблемы. Они были разные люди. Разный Хрущев отличался от Сталину, Брежнев отличался, Гамолка отличался от Брежнева, Бонеслав Бонеслав Берас от Гамола, Тодор Живков от Георгия Михайловича Дмитрова и от Червенкова, Эльбер Ходжи от Мехмета Шефа, Малу Дзюдун от Джор Юрая и так Дзюдун 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 Но вместе с тем у Ракоши и Венгрии и Кадыра Дзюдун было нечто общее. При всем различии у Фидели Кастро и Хо Ши Мина тоже было что-то общее. Что это общее? Почему это общее? Я думаю, что если Ваша Фирма будет продолжать жить дальше, это могло быть очень естественным. Но я уж потерял быть . как хотите как хотите Спасибо. Октябрьский пленум Центрального кандидата партии 1964 года мог стать, по моему глубокому убеждению, поворотным пунктом в истории нашего Отечества и партии, и государства, и всех общественных институтов. Во всяком случае, среди молодой части членов Центрального кандидата партии на этот пленум возлагались такие надежды. К сожалению, история разыграла Октябрьский пленум 1964 года совершенно посвоенно. Она сделала его тем поворотным пунктом, который повел страну от курса 20-го съезда партии, от курса на демократизацию страны. Действительно превращение всех общественных институтов в творческие самостоятельные организации. К дальнейшему подъему экономики страны и прежде всего сельского хозяйства. Он стал этот пленум, поворотным пунктом к регрессу нашего общества. К тому, что сейчас во время перестройки стали называть временем застоя. Да, это было, конечно, годы после Октябрьского пленума Центрального кандидата партии 1964 года. Постепенного нарастания стагнации по всем линиям жизнедеятельности советского социалистического организма. Как единого общественного, общественной структуры. Во всяком случае у меня, лично у меня, я прежде всего должен говорить о себе, о своих впечатлениях. Потому что у каждого, кто был свидетелем или участником Октябрьского пленума, свои ощущения, свои впечатления и свои, в конечном счете, выводы, которые подчас не совпадают и даже коренным образом разнятся между собой. Одни об Октябрьском пленуме, о его генезисе, о его ходе могут говорить как о заговоре, о перевороте. Другие рассматривают как естественный процесс, который был неизбежен в партии. Процесс, который вызревал в недрах партии. Вот именно на тех позициях, что это был естественный процесс, стою и я. Почему? Потому что вторая половина правления Хрущева, это был постепенный, постепенный, по существу, постепенный отход от тех демократических устоев, на которых могла строиться по-настоящему партия, которая называется коммунистической. Постепенно в руководстве партии складывалась группа в Хина, благодаря которой опять выпяхивалась фигура одного. То есть та беда, против которой выступил Хрущев, разоблачив Курт Сталина, эта беда снова в партию пришла в последние годы правления Хрущева. И надо было совершенно естественным путем, опираясь на существующие уставные нормы, на те демократические начала, которые все-таки существовали в партии, надо было провести замену в руководстве и сделать новый толчок, дать новый импульс демократическим преобразованиям в партии, а тем самым и в государстве, поскольку партия была правее. Я часто встречался на дружеской основе с заведующим административных органов Центрального комитета партии Николаем Романовичем Мироновым. Уже летом, даже в начале лета 1964 года, часто гуляя по окрестностям Усова, где расположены правительственные дачи, и уходя вглубь Березняка, мы часто разговаривали о положении дел в стране, о положении партии. Я не был членом Центрального комитета партии тогда, а работал заместительным заведующим отделом Центрального комитета партии по связям с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран, во главе которого стоял секретарь Центрального комитета партии Юрий Владимирович Андропов, а Миронов был членом Центрального комитета партии. И часто в разговорах, касаясь тех крупных недостатков, которые назревали в нашем обществе, я ему говорю, слушай-ка, ты, ты же член Центрального комитета партии, с тебя и с других спросите за все, что делается в стране и в партии. Вы не можете быть безмолвным свидетелем происходящих явлений. Он по своей натуре был человеком смелым и решительным. И он, конечно, совершенно правильно понимал мои упреки в свой личный адрес. Надо сказать, что таких откровенных разговоров по поводу положения дел в стране и в партии у меня, кроме него, из круга средних руководящих работников партии, партии и партийного аппарата больше ни с кем не было. У меня были откровенные беседы с моими товарищами по войне, по фронту, по институту и так далее. А партийное, так сказать, руководящие – это был единственный человек, где я мог открывать свою душу. Это был Миронов Николай Романович. Я думаю, что и я ему был нужен для того же. Человек не может вариться в своем собственном котле. У него должны быть какие-то душевные извержения, душевный выброс его разума, его мыслей, чувств, ощущений и так далее. И мы, по сути, были едины с ним в оценке того, что Хрущев стал тормозом общественного развития. И постепенно, постепенно эти разговоры, они как-то получали усиление с его стороны. Я на это обратил внимание. Я все-таки в прошлом чекист. Вот я, как мне кажется, умел понимать людей, даже иногда, понимаете, чувствовать шорох их мыслей, глядя в глаза. Я понял, что какая-то кухня варится. Что-то происходит. Тем более, что Миронов был очень близок к Брежневу. Они в свое время в молодые годы работали вместе в Днепропетровске. Потом их судьба разделила. Миронов ушел в Ленинград, был там председателем комитета госбезопасности по Ленинградской области. Но связи между ними оставались. Я это знал еще и потому, что когда Миронов написал записку на имя Хрущева о необходимости переноса центра тяжести деятельности органов государственной безопасности на превентивную работу внутри страны, на сокращение внутренней агентуры. И эта записка, попав Хрущеву, была направлена к Шелепину, всем, чтобы он высказал свое мнение. Поскольку Шелепин не имел ровным счетом никакого отношения к работе органов государственной безопасности, он попросил меня написать свои соображения по поводу этой записки Миронов. Я, Горичев, поддержал. Я не знаю потом истории, куда это делать, послал, не послал Шелепин. Но, во всяком случае, мне почему-то казалось, что эта записка, ответ на эту записку, реакция записки, которая шла от Шелепина к Хрущеву, она сыграла свою роль в выдвижении Шелепина на постпредседателя комитета государственной безопасности. Так мне казалось. Я никогда на эту тему с Шелепином не говорил. Это я сейчас вот к слову пришлось, и я вспомнил этот эпизод. Вот, и я понял тогда из разговоров Миронова, что какая-то кухня в верхах партии варится в отношении Хрущева. Ну, дружба дружбой, а такт есть такт. Надо знать границу. Все-таки, если человек не говорит, значит, что-то не договаривает. Это его дело. В душу влазить не стоит. Это некрасиво. Это несовестливо. Но где-то, если мне память не изменяет, тоже во время одной из прогулок, когда мы взобрались на эту верхотуру с Вусова, прежде чем уйти в лес на верхотуру, с которой видны все дачные поселки, и где Микоян живет, и где Кирилленк, и где остальные там, и Хрущев. Во всяком случае, все они были в поле нашего обозрения с этой горы. И тогда он говорит, слушай, Коль, как ты смотришь, если пойти на смещение Хрущева? Я говорю, слушай, я бы это поддержал. Нельзя доводить партии и страну до какой-то грани. Мне кажется, вся мудрость состоит в том, чтобы вовремя перехватывать возможные исторические события. Я думаю, что время такое, что Хрущев мог бы оставить свое место и дать простор к каким-то новым, свежим силам. И на этом разговор закончился. Он узнал мое мнение. Определенное мнение. Так же, как я узнал его такое же определенное мнение в отношении Хрущева. позиции нашей СОПП. И где-то дней за 15, в самом конце сентября, он говорит, ты понимаешь, готовится к пленам центральной партии, на котором будет стоять вопрос об освобождении Хрущева от обязанности первого секретаря ЦК партии. Как бы ты посмотрел на то, что если бы тебе уйти из ЦК и возглавить комитет, государственный комитет по радиовещанию и телевидению? Я говорю, ты знаешь, Николай Романович, дорогой мой, это вопрос сложный для меня. Сложный потому, что мне не хотелось бы уходить из ЦК. Работа, которую я веду сейчас, вместе с Юрием Владимировичем Андроповым, которого я искренне и глубоко уважаю, она мне нравится, она мне по душе. Я имею возможность с определенной высоты аккумулировать деятельность целого ряда коммунистических партий и их лидеров. Что у них интересно? Китай, Куба, Вьетнам, Корея, Монголия. Один Китай, я говорю, что стоит такая громадина, которая представляет такое огромное поле для познания, для приобретения собственного опыта, что эта работа меня устраивает. И мне не хотелось бы. Но ты понимаешь, что примеряли у тебя опыт идеологической работы в Центральном комитете комсомола, связи с творческой интеллигенцией, и твоя работа в качестве первого заместителя правления общественного общества знания, и там связи с научной интеллигенцией, причем с самой крупной, самой высокой. Вот. Семенов там, академики, Артаболевский и так дальше, и так дальше. И твой приход был бы в комитет, он был бы естественен. И для тебя, наверное, не очень трудно. Я говорю, я не могу дать ответ на это. Мне надо подумать. Надо сказать, что я в это время, когда узнал от Миронова, что, значит, идет подготовка к пленам у ЦК, что это уже поставлено на практическую основу, я внимательно, конечно, наблюдал за Юрием Владимировичем Андроповым, за его поведением. Он был очень близок к Хрущеву. Он был выдвиженцем Хрущева. Он его взял в ЦК после известных венгерских событий. Сначала заведующим отделом ЦК, а потом, по его рекомендации, Юрий Владимирович Андропов был избран секретарем Центральным Партии и одновременно оставшись заведующим этим отделом. Отделом, одним из ведущих в ЦК по своей значимости. Потому что в это время складывалась и укреплялась мировая социалистическая система. Наш естественный и естественный союзник в противоборстве с иными социально-политическими структурами. Но я скажу, со стороны Андропова я не заметил ничего. Чтобы мне дало возможность думать о том, что он в курсе подготовки этого пленума. Передо мной все время маячил вопрос. Он меня мучил. Вопрос спросить Андропову напрямую или нет. Сказать Андропову напрямую, что я знаю, что мне предлагается даже вот такая работа, и посоветовать с ним. Или не говорить. Мне Миронов предупредил, что ты никому не должен говорить. Кроме меня и тебя, разговора об этом никто не должен знать. Если кто-то спросит меня, что говорил ты месяц вот тот и тот и тот, я скажу, нет такого разговора не было, он придумывает. Если тебя спросят обо мне в этом плане, ты тоже можешь сказать, что все это придумал. Тогда я понял, что я просто на связи в связи с подготовкой у Миронова. И раскрывать предвременно секреты перед кем-то, в том числе и перед Андроповым, я не имею морального права. Это с одной стороны, а с другой стороны. Как же я думаю, как же я себя веду в отношении к Андропову? Какой же я товарищ по партии? Где-то неэтично, некрасиво с моей стороны. Потом я утешил себя тем, что решил, что, наверное, Андропов знает, что наверняка Андропов знает о всей подготовке, но не говорит мне по соображениям тем же, о которых говорил Мирон. И вот на такой утешительной для себя ноте я и дожил до самого Октября Скупленного ЦК. По этой логике вы должны были предположить, что еще сотрудники, вашего же ранга сотрудники ЦК, тоже, наверное, в курсе дела, предупрежденные кем-то другим. Получается, что, предположив это, вы должны прийти к выводу, что в недрах ЦК или в других недрах, все-таки тогда, я не говорю, как сейчас оцените, тогда, все-таки зреет заговор. Потому что, если все знают и молчат, это уже заговор. Я отвечу на ваш вопрос. Конечно. Внешне, внешне. Да, конечно, конечно, я предполагал, что не я один знаю о нем. И не один о Мирону. Что, наверное, не только многие, а большинство членов ЦК и людей, которые нужны центральному комитету партии, как я, для перестановки меня на другую работу, знают о готовящемся к пленаме. Или вскоре будут знать. Конечно, конечно, внешне это выглядит как заговор. Внешне. Но теперь мы давайте посмотрим на это явление, так сказать, на формулировку заговора, на это явление как на заговор. Огромная страна. Союз Советских Социалистических Республик. Мы знаем, какой полнотой власти обладает первые лица в нашем государстве. В силу тех, к сожалению, условий, которые складывались вокруг центральной персоны. Когда необъятная власть. Я слышал, как Никита Сергеевич Хрущев говорил, слушайте, да что там цари, императоры. Самая, как он говорил, самая сильная власть, это диктатура предрета. Нет сильнее, быть сильнее власти не может. Конечно, когда он говорил так, то я доводил эту диктатуру предрета в ее истинном понимании до первого лица, который осуществляет фактически эту диктатуру предрета. с такой огромной страной, при такой, при таком сосредоточии власти в руках одного, шутить нельзя. надо, чтобы постепенно было выработано определенная точка зрения. я. Это не есть заговор выработка точки зрения, выработка позиции, сопоставление позиций. Это внутренние дискуссии среди определенных слоев партии, которые уполномочены на рассмотрение вопроса о руководящих лицах партии. Это не заговор еще и потому, что все это решалось на плену центрального где-то партии, на высшем органе партии в период между съездами. Шутейные отношения к таким перестановкам мы знаем, к чему приводит. И не надо далеко ходить в истории. Это вот сделаешь шажок к Белому дому, который напротив моего дома, и все ясно. Ну, это тема особая. Чуть-чуть по-другому тогда я хочу спросить. Пожалуйста. Вы очень точно рассказали, обрисовали ситуации, связанные с практически единоличной властью первого лица, генсека, в данном случае из Череприца Админа в стране. Это единоличная власть, которую Хрущев характеризовал как диктатуру кольтриата. Вот я повторяю ваш рассказ. Не буду цвековывать. Но ведь, насколько я понимаю, Октябрьский пленум, во всяком случае, в тот период, когда вы о нем узнали и о готовящемся событии, он же не предполагал изменения структуры власти, чтобы избежать и в дальнейшем этого. Предполагалась только замена лица. Ваш вопрос правомерен, но ответ на него может быть лишь один. Центральный визит партии – это не собрание людей всех единаково мыслящих. Это собрание людей со своим мнением, со своим жизненным опытом, со своими взглядами на перспективы. Конечно, внутри состава ЦК были люди, и прежде всего молодые, которые прошли Великую Отечественную войну, которые страстно желали изменений в механизме социалистического строя, социалистического механизма с тем, чтобы это было демократическое устройство и в партии в стране. Были люди, и как дальнейшее показало время, которые стояли на том, чтобы просто заменить и идти тем же путем дальше. Вот в этом смысле, я с этого начал, и хочу сейчас еще раз подчеркнуть, в этом и состоит ограниченность, историческая ограниченность, если мерить историческими рамками, Октябрьского пленума 1964 года. Он ровным счетом, как показала дальнейшая история, ничего в стране не изменил. Больше того, он усугубил положение вещей. Тогда, конечно, об этом пленуме знало ограниченное количество лиц. И на поверхность, на поверхность, может показаться, хотя я отрицаю, что это был заговор, опять, может на поверхность показаться, что это была какая-то заговорческая деятельность. Это не заговор. Не заговор, потому что в него были вовлечены, помимо членов Центрального акцентра партии, высшего органа партии. Еще многие того, многие или некоторые из тех, которые не были в составе Центрального акцентра партии. Заговор – это верхушечный переворот. Переворот группки людей, сговорившихся, сговор, заговор. Если открыть, понимаете, этот толковый словарь Ушакова, мы увидим, что такое сговор, что такое заговор. Это группка людей, группа финны, действующие вне рамок той или иной общественной организации, того или иного общественного или государственного организма. Здесь же действия идут в рамках партийных норм. Норм, конституированных уставом партии. То есть, тем основным законом, на основании которого строит по воле всей организации, по воле всей партии, партии свою жизнь. И пленом вправе было решать вопрос о первом лице. В частности, о Русио. У меня по этому поводу не возникало никаких равным счетом сомнений. Ну вот, но возвращаясь к Кириллу Владимировичу Андропову. Я увидел, что он в курсе дела только тогда, когда в ходе пленума, уже в ходе пленума ЦК, поздно вечером, я только вернулся от встречи с Циденбалом, сидели с ним разговаривали, пришел к себе в кабинет в третьем подъезде ЦК, раздался звонок, и меня пригласили к Брежневу. Я пришел, там были Брежнев, Андропов, Суслов, Демичев, Ильичев. И Брежнев, обращаясь ко мне, а он знал меня, до этого задолгохи по Молдавии, говорит, Коль, вот такое мнение есть, чтобы тебе сейчас поехать в госкомитет по радиовещанию и телевидению, и сесть там председателем. И когда я посмел на Андропова, а на кого я еще должен был смотреть, конечно, своего начальника, на человека, к которому я с глубочайшим уважением отношусь, думаю, знает он или не знает, посмотрел, я понял, что для него это была неожиданность. Он этого не знал. Значит, вычислил я тогда, могли знать, Брежнев, Суслов и Демичев. Ильичев, я думаю, тоже не знал, потому что он был фактически уже вне игры, как секретарь ЦК. И пройдет несколько дней, и его освободят от поста, секретаря Центральной комитетной партии. А тогда он еще был секретарем ЦК. Я говорю, Леонид Ильич, я говорю, спасибо за предложение, я говорю, но меня устраивает работа в Центральной комитетной партии. Вместе с Юрием Владимировичем. Коль это нужно. Идет пленум, Хрущев будет освободен. Нужно сесть на радиокомитет, чтобы там не было никаких глупостей. На правду и продолжать. На правду сейчас поедет Степаков Владимир Ильич, с теми же задачами, заведующий отделом пропаганды, агитации ЦК, КПСС. А на известии Лев Николаевич Толкунов, зам зав. отделом, тоже у Андропова. Я говорю, хорошо. Ты знаешь, посмотри, потом мы тебя вернем, наверное, снова в ЦК. Ну, спасибо. Я буду рад. Кто повезет его? А время было где-то около часа ночи. Собственно, он говорит, вот, Леонид Ильич Ильичев. Его там знают. Он там и представит. Соберет сейчас коллегию комитета. И представит. Береже говорит, а решение о назначении завтра утром фельдъегерь вам привезет. И он хорошо. Демичев. Каким мы поручениям дадим насчет Хрущева? Оставлять его в эфире или не оставлять? Суслу спрашивает, а как вы сами думаете? Демичев смотрит на Суслу и говорит, да, наверное, надо его убрать из эфира. Я говорю, совсем-то убирать. Может быть, это не очень красиво будет сразу-то. Дайте на мое усмотрение посмотреть. Ну, пускай там месяцем поменьше в эфире на его усмотрение. До свидания, до свидания. Выходим с Ильичевым, вызвал машину свою, сели. Говорит шоферам, в радиокомитет. Он говорит, а где радиокомитет находится? Ильичев говорит, а ты что, не знаешь, где радиокомитет находится? Ух, да не знаю. По-моему, Ильичев говорит, по-моему, где-то на Пятницкой. Поехали поищем. Я понял так, что Ильичев не бывал в радиокомитете. Хотя он и занимался пропагандой. Приехали на Пятницкую. Уже Москва спит, темно. Смотрим, один дом полыхает всеми огнями. Ну, думаем, это и есть радиокомитет. Подъехали, действительно, вывеск. Прошли. И милиционер пропустил. В Достове Носоковске. Поднялись. Спросили, где кабинет председателя. Поднялись. Зашли в приемную. Там дежурил член комитет Кузаков. Приемный сын Сталина. Внебрачный сын Сталина. Константин Степанович. Как я потом узнал. Ильичев сказал, Пожалуйста, обзвоните всех членов комитета. Вот, мне нужно с ними поговорить. Пошли в кабинет председателя. А Кузаков начал обзвонить. Где-то часам к трем, наверное, ночи члены комитета съехались. Замы председателя и члены комитета. Ильичев говорит, вот я вам привез нового председателя. Представил меня. Рассказал немножко обо мне. И сказал, что это вызвано тем, что, очевидно, Хрущев будет освобожден. С поста первого секретаря. Центральный секретарь. Попрощался и уехал. Я сказал, товарищи восстантов членов комитета. Я говорю, наверное, у кого-то из вас есть свои точки зрения, свои позиции на нынешнюю политику, осуществляемую под руководством Хрущева. Если кто-то внутренне не согласен с его освобождением, скажите. Я говорю, я думаю, что работу мы надлежащую найдем с помощью Центрального секретаря. Но чтобы совесть не мучила и чтобы все было чисто и честно, давайте так поступим. Никто не возродил, не возродил одной точки зрения. Все согласились. Среди членов комитета были товарищи, которые меня знали. Знал меня хорошо Алексей Рапофин, бывший секретарь Центрального секретаря ВЛКСМ, под руководством которого я работал в комсомолии. И сменил его на посту секретаря ЦК. Он вел всесоюзное вещание, то есть главный участок работы, который должен был по существу создать определенную атмосферу в эфире на страну. Были там два главных редактора, которые меня знали. А некоторые были просто наслышаны. Я говорю, давайте разойдемся, надо поспать, отдохнуть. Я говорю, я прошу остаться Рапофина, отвечающего за всесоюзное радио. Мамедова, первого зама, отвечающего за вещание на зарубежные страны. И Чернышева, отвечающего за телевидение, за работу Центрального телевидения. И начальник технического управления. Я говорю, пока будет время, мне показали здесь самое главное, что, чего и как. С точки зрения техники. В чем я совершенно не сведущий, естественно. Пошел спокойной ночи с товарищем. Они разъехались. Рапофин я попросил пригласить выпускающих в эфир с маяка и с то, что идет сейчас в эфир. И посмотреть, насколько проходит Хрущев по материалам. Вещательного, конца вещательного дня, суток. 14 октября 1964 года. Пока они там подбирали все материалы, я пошел с начальником технического управления. Она мне показала, где расположены студии вещательные. Радио на Союз, на зарубежные страны. Показала, где ведется радиоперехват. Я спросил, что слышно по радиоперехвату. Европа молчала по этому поводу. Америка тоже. То есть пока никаких сообщений о перетурбации у нас в стране, если есть с Хрущевым. В эфире не было. А раз не было, значит и соответствующие, так сказать, организации на внутреннее вещание. Учитывать нечего было из именно вещания. Вот вернулся, посмотрел вещательные папки вместе с Хрущевым Рапохиным и с выпускающим. Там Хрущева почти не было. Рапохин отпустил, а сам остался в комитете. Пригласил дежурного Кузакова Константина Степановича. Сели мы с ним. Попросил, чтобы принесли из буфета чай. И сидели, он мне рассказывал о комитете. Пили чай, так до утра. Потом я сходил, побрился, в парикмахерша пришла внизу. Я остался на сутки, домой не ехал, позвонил домой. Потому что я уже в комитете, не волнуйся, я останусь еще. Мне было интересно, какая будет реакция. Вот вывеску Харламова сняли утром и переделали мою. После того, как я получил решение Политбюро и выписку из постановления Бюро Совета Министров об утверждении меня председателем государственного комитета по радиовещанию телевидения. Я просидел еще сутки, не спав. А потом вижу, что все идет нормально. И собрал на шестом этаже всех, кто желает прийти на встречу с новым председателем. Так я сказал, разговор будет без повестки. Любые вопросы, которые посчитают товарищи, могут задавать. Зал был набит полностью. Я вышел в столик президиума, пригласил своих замов, секретаря партийной организации, председателя правкома, секретаря комсомольской организации. И сказал, что я ваш новый председатель. Хрущев за крупные субъективистские и мультфильские ошибки освобожден от обязанностей первого секретаря и председателя Совета Министров по возрасту и с уходом на пенсию. Я говорю, не волнуйтесь, обычно всякий, кто приходит, начинает менять людей, менять кадры. Подбирать под себя этого не будет. Все работают спокойно. Никого я менять не буду. Буду менять только в одном случае, если человек работает плохо. И тогда, когда другие товарищи, которые будут со мной вместе, бок о бок работают, тоже скажут, что он действительно работает плохо, его надо менять. Какие вопросы будут? Расскажите о себе. Я говорю, я коротко расскажу о себе, а самое главное, чтобы вы сами узнали, кто я такой в работе. И на этом мы зашлись. Я поехал домой спать. Прямо он уже закончился? Прямо он закончился. Как эти сообщения прошли, выступили, прошли? Как обычно, приносится тасовка, и по тасовке диктор готовится и выступает. Я поручил это Левитану. Он подготовился. Он тщательно каждому своему выступлению готовился при таких случаях. И пустили все это в эфир. Кроме тасовок вам звонил? Брежнев или кто-то? Никто. Никто. Брежнев. Была встреча с Брежневым, с Косыгиным и с Подгорным. Спустя дня четыре. Пригласили, значит, Подгорный, Косыгин и Брежнев. Сидели в кабинете Брежнева. Брежнев на торце своего длинного стола в кабинете. Слева от него, через стул, сидел Подгорный. Справа от него, через два стула, разложив левую ногу на рядом стоящий стул, сидел Алексей Николаевич Косыгин. Когда я пришел, там были уже Лев Толкунов, возглавляющий Известии, и Степаков, возглавляющий газеты «Правда». Как, что, чего, вопросов не было. Как у меня дела? Абсолютно нет на вопросы. Договорились так. Так, в целях оказания помощи Политбюро для… Да, и был Демичев еще. Как человек, отвечающий за идеологию. Ильичев уже был освобожден на плену. Для оказания помощи в работе Политбюро в выработке основных направлений в политической пропаганде и агитации с учетом меняющейся обстановки в стране и за рубежом. Создать так называемую пресс-группу, в которую вошли, здесь же было создано и подписано решение, вошли Демичев, секретарь ЦК, кандидат в члены, ставший кандидатом в члены Политбюро ЦК, отвечающий за идеологию по секретариату, а по Политбюро Суслов. Степаков Правда, Известия и я, Месяцев, комитет по радиовещанию. Вот, потом туда добавили председателя ТАСС, генеральный директор ТАСС, тогда был, по-моему, Лапин, и председатель АПН. Мы собирались раз три раза в неделю, с четырех до полшестого, прочитывали все шифровки, которые поступали в ЦК от наших послов и иных дипломатических представителей Советского Союза, и шифровки, которые поступали от секретарей обкомов, Крайкова ЦК Компартии Союзных Республик, наиболее принципиальные в ЦК, и определяли, что, чего и как, что главное, что второстепенное, на что обратить внимание, что можно пропустить, что можно убрать из газетных полос или из эфира, и так дальше, и так дальше. Такая обычная, текущая, рутинная работа. Николай Николаевич, все, с кем мы разговаривали, с Нечастной, Шелепин, Егорычев. Вы, в общем, практически единогласно утверждаете, что снятие Хрущева, в той или иной форме, в разных формах, снятие Хрущева тогда, все-таки было, так как я случай сказал Шелепин, все-таки было ошибкой, во-первых, потому что с ним, да, ему никто не говорил о его, о его собственных ошибках, прежде чем эту. Я вам скажу, что я могу сейчас, спустя столько времени, после октября 64-го года, с чистой совестью, как на духу, сказать, да, это была ошибка. Ошибка. Потому что, как политик, Брежнев оказался гораздо мельче, чем Хрущев. Поперев все стороны, которые определяют, которые характеризуют крупного политического деятельства, он оказался гораздо мельче. Это вот одна страна ошибки. Вторая сторона этой ошибки состоит в том, что если бы с Хрущевым по-настоящему поговорили, и поговорил бы не Брежнев и не Суслов, а поговорил кто бы другой из молодых, все могло бы быть по-другому. Вот я вам расскажу один случай. Делали мы на телевидении к 50-летию советской власти впервые, это огромный сериал, который назывался «Летопись полвека». Каждому году одна лента. Я все просматривал, а некоторые порезают. Причем сводить на одну пленку материал. И в какой-то серии, я не помню, естественно, по счету, где речь шла о трагической судьбе 26 бакинских комиссаров, я увидел, что, по-моему, это Микоян. Стоп. Попросил, чтобы сняли, сделали фотоснимки с этого материала. Когда получил снимки, посмотрел, по-моему, это Микоян молодой. А у меня с Микояном хорошие отношения. Он меня очень учил, как надо работать в верхах. Он был председателем президента Верховного Союза. Я говорю, Анастас Иванович, таким радостным голосом. Я говорю, знаете, нашел вас молодым. Где? Я говорю, вот так и так. А ну-ка приезжай. Приезжай к нему в Кремль. Солнышко было. А у него кабинеты выходили на Ивановскую площадь, туда, к Царь-Пушке. Солнце прямо и рвалось в кабинет, во все окна. Посмотрел, нет, это не я. Потом отходит, встал из-за стола, отходит к окошку, встал спиной к окошку и спрашивает меня. Как, Николай Николаевич, вы считаете, уходить я или не уходить с поста председателя президента Верховного Совета? Думаю, ничего себе вопросик. Смотрю на него, а я его не вижу. Солнце так бьет, что для меня лицо его как черное пятно. Я не вижу его выражения лица, чтобы что-то прочитать во взгляде, услышать шорох его мысли. Понимаете? Анастас Иванович, думал, думал, быстро, мгновенно, естественно, я говорю, знаете, Анастас Иванович, я думаю, где бы вы ни работали, какое бы вы общественное место ни занимали, это было полезно с точки зрения вашего опыта. Он понял, конечно, что я за то, чтобы он ушел. И он ушел. Не потому что я ему советовал, естественно. А если никто не знает. Он ушел или его ушли? Я не помню. И вот если бы с Никитой Сергеевичем собрать бы там, предположим, Московский первый, Ленинградский, Московский первый, Челябинский первый, Новосибирский первый, Машеров из Белоруссии первый, из Армении молодой второй и так дальше. Собрали бы так и поговорили с ним. История могла бы распорядиться со стороной совершенно по-другому. Брежнев был не только гораздо мельче, как политик Хрущевый, а он боялся молодых. И он сделал ставку на старье в кадрах, на старые партийные кадры, которые родить что-то новое в общественной практике не могли. А общественная практика должна постоянно обновляться. Нельзя жить все время на одних и тех же идеях, и тех же лозунгах. Они срабатываются. Они стираются. Они перестают привлекать к себе людей. Так что, конечно, конечно, смотря задним числом на Октябрьский пленум, можно совершенно определенно, я бы совершенно определенно сказал, что это была ошибка. «Теперь вернемся в Насталин». «Пожалуйста, ты, может, чайку попьете?» «Может, прием с вами, пожалуйста?» «Я получил назначение на должность советника-посланника «Посойство СССР в Китайской Народной Республике» совершенно неожиданно для меня. У меня никогда не было интереса к дипломатической деятельности. Я считал себя более способным к внутренней работе, внутренней стране. Но ко мне в «Общество знаний» приехал посол наш в Китае, Степан Васильевич Червоненко, а в «Общество знаний» я работал первым замом председателя «Общества знаний» и предложил эту работу. Сказал, что практически этот вопрос о моем переводе на дип-работу решен в ЦК. Сусловым. Я говорю, что я решен, так что что-то со мной лясо-балясо точить. Надо свертывать манатки и ехать готовиться. Готовиться и ехать. Я начал подготовку. Попросил Степана Васильевича посла не подгонять меня, что я должен здесь начитаться как можно больше с тем, чтобы приехать, уже заниматься в стране пребывания живой работой, а не копаться в бумажках. Он согласился со мной. И долго ли, коротко ли, мы с семейством приехали в Пекин. В Пекине был снег, но тепло. Наше посольство выглядело на фоне одноэтажных хутунов китайских построек огромным, величественным, огороженным высоким каменным забором с красивыми воротами, за которым скрывалось здание посольства и там же на территории 18 гектар находилось наше торговое представительство, резиденции для приема гостей, клуб, столовая, дома для проживания сотрудников. Территория вся изрезана каналами, вот, обсажена красивыми деревьями. Эту территорию приобрел в свое время еще Петр Первый, организуя там русскую православную виссию. Эта территория так за нами и осталась. коллектив коллектив тогда был большой посольством и собственно дипломатических работников, и сотрудники нашей разведки военного атташата, и большое количество сотрудников торгового представительства, аппарата экономического советника, потому что межгосударственные отношения во всех их разновидностях и экономические, и торговые, и культурные, несмотря на то, что наши специалисты уже выехали по просьбе китайского правительства, межгосударственные отношения еще были довольно многосторонние, и связи были крепкими. но судя по шифровкам, которые давал сюда в Москву посол наш, отношения эти заметно не просто, а на глазах ухудшались. сокращались экономические поставки, сокращался объем внешне торговых сделок, почти сведено на минимум был обмен разными культурными делегациями, артистами, спортсменами, все гораздо в меньшей степени. и когда я приехал на вокзал в Пекин, и встретил у нас наш поезд мелодия Москва-Пекин, которая исполнялась при отбытии поезда в Москве, и при прибытии в Пекин, такая была традиция, то я заметил, что отношения между нашими советскими людьми и китайскими товарищами были гораздо прохладнее, чем раньше. Почему я это мог заметить? Потому что я бывал до этого в Китае. Я бывал в составе молодежной делегации около месяца и видел, с каким энтузиазмом проходили встречи между китайской молодежью и представителями советской молодежи. Вы знаете, в некоторых городах наша делегация шла по многокилометровому живому коридору. И по лицам было очевидно и ясно, что это не просто выведенное для того, чтобы прокричать, а это искренние были чувства. Искреннее чувство. Кроме того, я встречался с китайскими товарищами работая сектором центрального комитета комсомола в Москве, когда они приезжали к нам. Я видел отношения к нам, оценки к нам. Присутствовал на высоких приемах в честь китайских делегаций здесь в Москве. Чувствовал атмосферы, поэтому меня поразило, несмотря на шифровки посла, в которых очерчивалось вот это сужение всех международных отношений, и он правильно подмечал уже самой атмосферой, ухудшение атмосферы. Я это почувствовал тоже. Естественно, возникал вопрос. Почему? Для меня, как для человека. И когда я читал в Москве бумаги, и когда я поехал в Китай, и мне было поручено заниматься специально вопросами, прежде всего, идейно-теоретических расхождений между Компартией Советского Союза и Компартией Китая. Конечно, главный вопрос – почему? В чем причина? В основе всяких разногласий, в основе всякого рода противоречий, как бы они не были диалектичны, лежат какие-то первопричины, первоосновы, которые порождают эти противоречия. Будь то противоречия не антагонистические, что вполне естественно, то ли противоречия антагонистические, которые уже по-иногому сказываются на объективных реалиях. Естественно, что посещая официальных лиц, которым я в силу своего положения был обязан нанести официальные визиты дипломатического свойства Джо Милая, Чи, Ни, министра страны дела и так дальше, в том числе и послам братских социалистических стран, которые были аккредитованы в Пекине, и послам капиталистических государств. Меня интересовало их оценки. Я так аккуратно, естественно, распрашиваю, в чем они видят причину разногласий, возникших между нами. все эти отношения, уходящие в далекую историю китайской революции, они очень сложны. Их, конечно, обрисовать в нашей короткой беседе практически невозможно. Поэтому я попытаюсь в какой-то степени схематично изобразить их. То есть, попытаюсь выявить то главное, что, как мне кажется, как мне кажется, характеризует первооснову этих разногласий. Конечно, любые отношения между двумя государствами, тем более такими великими, как Советский Союз и Китай, они могут быть условно разделены на объективные условия отношений, которые диктуют свои тенденции, свои закономерности этих отношений, и субъективное, то есть, восприятие этих объективностей теми людьми, которые делают политику, исходя, повторяя, из этих конкретных исторических реалий. К концу 50-х годов Народный Китай под руководством Коммунистической партии Китая, во главе которой стоял Мао Цзэдун, очень быстро шел в гору. во всех сферах жизни, во всех сферах жизни, в том числе и в подъеме жизненного уровня китайцев. Китай, в китайской деревне, в китайской деревне, уже на каждого мужчину приходились одни брюки, чего раньше не было. Китайские рабочие и крестьяне лучше стали питаться. Больше зарабатывать денег. И несмотря на ошибки, которые допускало руководство Китая, эта тема отдельная, Китай шел в горло. И, конечно, набирая силу, он не мог позволять себе, объективно, нельзя было с ним обращаться так, как обращались раньше. В том числе и с его руководителями. Чувство национального достоинства в Китае росло. Это не был китайский шевинизм. Но здоровые чувства национального достоинства у китайского народа возрастало. И китайское руководство все больше и больше отражало это национальное самосознание и вырабатывало свое собственное чувство достоинства к себе, как к руководителям Китая, этой великой страны. Мы же, мне кажется, продолжали, продолжали так нередко свысока поглядывать на Китай и его руководителя. Они нас звали на старший брат, а мы старший брат. Вместо того, чтобы быть умным старшим братом и с уважением относиться к младшему брату, иногда похлопали его по плечу и обижали. Ну, например, получаю из Москвы длинный депеш шифр-телеграмм листов 30 или 40. Сколько же денег заплатили, будь здоров, за эту шифровку. Написано «Посетить Мао Цзэдуна или Джо Эйлая устно ознакомить, в руки не передавать». Смотрю содержание. «Проект текста договора о нераспространении ядерного оружия». «Проект текста договора о нераспространении ядерного оружия». «Ну, думаю, это идет по государственной или запрошусь к Джо Эйлайу». Чего я к этой, к высокой светлости. Ни разу у него не было Мао Цзэдуна, ни разу меня не принимала. Запрошусь к Джо Эйлайу. «Джо Эйлай меня принимает». Садимся. Обычная манера такая, садиться в такой маленький журнальный столик, вот с одной стороны, с другой, я с другой, а с заднего переводчик. Один и два переводчика, обычно за словом, который за словом пишет его и меня, собеседник. Я начинаю читать. Да, по бумажке беру, я туда еще очки не носил, зрение хорошее, читаю. Читаю полчаса, эти ребята пишут, он слушает. Читаю час, человек слушает, ребята пишут. Читаю полтора часа, человек слушает, ребята пишут. Потом Джан Лай спрашивает меня, вы не могли бы мне передать то, что вы читаете? Я говорю, Теджан Лай, я не знаю, как поступить, прошу меня простить. Я запрошу свой центр. Тогда давайте прервемся, запросите. Прихожу, даю поверху шифровку. Премьер Госсовета Китайской Народной Республики, то есть Джан Лай, просит передать ему текст проекта договора о вселенной ядерной вороны. Я его сегодня тогда-то посетил, полтора часа читал, примерно ушел, только закончил половину. Убедительно прошу решить передать текст. Помимо шифровки, по верху снимаю ВЧ, тогда была связь ВЧ еще между Китаем, между Пекином и Москвой. И зав. отделом Дальневосточного Десятого МИДИ, я говорю, слушай, поговори там, пойди там к кому-то, к Громыге, или к кому-то, чтобы шло за подписью Громыге. Но Громыг сам такие вещи не решает. Это должно решением Политбюро все это оформляется. Как, что, чего. Прихожу на следующий день, да, получаю. Вне очереди, значит, исполняйте наши указания. То есть продолжайте читать. Прихожу, джунь-лай умный человек, тактичный. Беру, если бы у меня было указание, я бы ему передал, он понял бы. А я беру и читаю. Досчитал до конца. Он, не глядя на меня, говорит. Передайте в Москву своим, жестким тоном, передайте в Москву своим, что народный великий Китай будет иметь свое атомное оружие. Мы не присоединимся к этому договору. Можно было бы на этом поставить точку. Но, конечно, и так все ясно. Но я хочу добавить, что это было, конечно, обидно. Обидно. Председатель правительства дружеского Китая не получил в руки проект договора, который через неделю был опубликован в печати. Через неделю ровно был опубликован во всей нашей печати. Что это не издевка? Конечно, издевка. Тем более, что к этому времени на севере, в пустынных местах уже был выстроен при нашей помощи целый городок Баатоу, в котором было при нашей помощи сделано все для производства ядерного оружия, кроме последнего этапа создания, так называемой, диффузной, по-моему, фабрики, где очистка всего этого происходила. Конечно, конечно, наверное, когда я читал Джо Милая эту бумагу, он не мог не вспомнить, как наш посол в первые годы советской власти, в первые годы народной власти в Пекине держал Мао Цзэдуна и его, и других китайских руководителей в приемной по полтора-два часа не принимая, не пуская из ее в кабинет. Хотя все они уже были руководителями народного Китая. Наверное, да, Мао Цзэдуна доходили с точки, что его считают у нас не марксистом, а просто крестьянским вождем с мелкобуржуазной психологией. И так дальше, и так дальше. Конечно, с точки зрения объективных обстоятельств Китай и мы нуждались в повсемерном укреплении дружбы между нашими народами. Я размачиваю... Так, значит, что же я сказал-то там? Нуждались. Конечно, мы, китайцы, нуждались в укреплении и развитии международных отношений. Объективно. Но по мере роста Китая на международной арене и в том числе в мировом коммунистическом рабочем движении и в рационально-освободительном движении наше руководство во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым относилось к этому ревностно. Как это так вдруг да мы да мы вот такие истые и правоверные марксисты. Вдруг, понимаете, кто-то будет там перебегать здесь дорогу. И отношения между Хрущевым и Маузезум стали портиться. Стали портиться, перерастая, перерастая в различные оскорбительные клички и эпидемии. Что, конечно, между политиками такого калибра недопустимо. Если коротко говорить, то вот начиная с конца самого конца 50-х годов и вступая в годы 60-е разрыв в области идейно-политической оценки мировых событий и тенденций происходящих в мире в том что в международном коммунистическом и ценно-освободительных движениях разрыв в оценках увеличивался, усиливался. И усиливались противоречия, личные противоречия между Мао Цзэдуном и Хрущевым. К этому времени были выпущены две статьи, два крупных материала в китайской печати. это одна «Да здравствует ленинизм, в которой давалась иная оценка мировым революционным процессам, чем у нас. И две статьи, которые назывались «К вопросу о диктатуре пролетариата», и еще раз к вопросу о диктатуре пролетариата, в которой задавалась иная оценка Сталина, чем у нас. Все это, конечно, усиливало эти разногласия, эти противоречия. В Китае Хрущева стали обзывать ревизионистом, самым главным ревизионистом, не понимав. У них два вида источников у китайцев было, не знаю, как сейчас. Одни открытые для всех, а другие издавались специально для кадров партии государства. Вот в закрытых источниках его называли по-всякому. И предатель незамонятия, заядлые ревизионисты, предатель интересов трудящихся, мирового рабочего движения, коммунистического движения и так дальше, и так дальше. Наш Никита Сергеевич тоже не молчал. Он говорил, омолзовый, как человек, который ничего, кроме манифестка мессийской партии, не прочитал, что марксизм он вообще и не нюхал, и не читал в подлинниках. И Ленин тоже самое. Что это доморощенный марксист. его сочинение, это плод размышлений и обработки Юдина, который постом там работал, Павел Юдин, академик. Что это вообще не государственная идея, это старая калоша. И чувство ненормальности. Андропов очень переживал. И как-то пролетом, когда он летал в Вьетнам, долго сидели, разговаривали, был Степан Васильевич Сервоненко, я и он. Сидели, говорили, что сделать, чтобы как-то нормализовать отношения. Но для этого надо было, конечно, увидеть Хрущева. Уже после моего возвращения из Китая в Москву, в отдел замом Кондропову, были предприняты, убеждали Хрущева, что надо, надо перешагнуть через эти личные неприязненные отношения. И выступала ЦК с двумя или тремя открытыми письмами, в которых призывало китайское руководство, это факт, Никита шел на это, Никита Сергеевич шел на это, призывала к нормализации отношений по партийным и межгосударственным линиям, считая, что это не на пользу тем ни одной ни другой стороне. Потом все-таки договорились о том, чтобы провести встречу между руководством Компартии Китая и нашим руководством без участия первых лиц, без участия Малдзи Дунами и без участия Хрущева. Такую встречу долго готовили, потом эта встреча состоялась. Но эта встреча не дала результат, потому что она переросла по существу во взаимные претензии то, как мы обзываем в том числе на пренумах ЦК Мао Цзэдуна, о чем я уже говорил, и как они обзывают нашего Никита Сергеевича у себя в открытой и закрытой печати. С нашей стороны за старшего был Суслов, со стороны китайцев был за старшего Дэна Сяопин. Тогда он был генеральным секретарем ЦК КПК, а Мао председателем. Вот, пожалуй, и все, что относится к характеру взаимоотношений между Хрущевым и Мао Цзэдуном, между Советским Союзом и Китаем. Я думаю, что во всех этих ненужных ни одному, ни другому народу обострений отношений, которые потом переросли в вооруженные стычки, столкновения, были ненужны. И они плод, мне кажется, в конечном счете субъективных отношений. Вы рассказывали о переходе нескольких тысяч китайцев в реакции. где-то, если память не изменяет, в 61-м году, по-моему, из района Синьцзиана, Синьцзиана, Уйгурского автономного района Китая, расположенного на северо-западе страны, двинуло где-то порядка 75-90 тысяч граждан Китая, в основном уйгурской национальности, двинулись семьями со скарбом через китайско-советскую границу и перешли границу нашу. Приглашает меня Джо Вилай. Посла опять еще-то не было. Приглашает меня Джо Вилай и говорит мне, слушайте, вот вам известно, я говорю, да, я знаю. Вы должны принять меры, чтобы прекратить переход. Закрыть границу. Я говорю, каким образом? Так не пускать и все. Я говорю, каким образом не пускать? Это ваше дело, не пускать и все. Сокрыть, перекрыть границу. Я говорю, идут целыми семьями. Старики, жены, дети, мужчины. Ведь они переходят сначала в вашу границу, а потом нашу. Вы возьмите и закройте. Мы не можем. Я говорю, мы не можем. Что же вы не можете брать, потому что применить какую-то силу? Я говорю, товарищ Джойлай, это метод с негодными средствами. Я думаю, что это у вас просто насчет применения силы вырвалось на эти случайные совершения. я говорю, мы никакой силы по отношению к переходящим людям понимать не будем. Перейдут, расселим их там, разместим, проявим заботу, а потом давайте вести переговоры, как возродить обратно. вы знаете, что я вам должен сказать? Мне кажется, что Джону и Лайу, по линии их в политбюро, поручались самые неприятные, самые тяжелые шаги в отношении нас. Он внутренне, внутренне, конечно, был за всяческое развитие китайско-советских отношений. Это чувствовалось по всему. Но все неприятные вещи, которые исходили из китайской страны, исполнял, как правило, хуй. Предположим, на съезд партии, на последнем, на котором была китайская делегация, мог бы приехать кто-то другой. А поручили выступить ему с критикой, с острой критикой наших позиций на международной арене. Вы представляете, какая нагрузка на человека? Один на трибуне стоящий в Большом Крыльевском дворце съездов против 10 тысяч человек и вколачивает в эти 10 тысяч человек то, в чем они в конечном счете неповинны и в душе почти каждый из них за развитие советско-китайских души. Как Хрущев реагировал на это выступление? Да никак. Вы были на этом связи? Да, сидел и слушал. А в заключительном слое? Я не помню, по-моему, ничего не сказал. Не помню, это надо посмотреть. А здесь на каких-нибудь приемах Вы присутствовали, где Хрущев проявлял все конфликты начались уже после Хрущева, непосредственно контактные конфликты, вооруженные? Да, это после Хрущева. Вы считаете, что это было следствием позиции Хрущева? Хрущева лично? Или это была выработной партией или у кого-то? Нет, я думаю, это субъективистская просто позиция. И с той, с другой стороны. То есть, Хрущев как бы несет ответственность за улучшение отношений? Я думаю, да. Я думаю, что, я повторяю, что в конечном счете в ухудшении советско-китайских отношений, китайско-советских отношений лежат субъективные причины, выражавшиеся в попытках Мао Цзэдуна и Хрущева взять первенство друг над другом и тем самым как бы заявить о первенстве той или другой партии в мировом революционном процессе. Во всяком случае, в бытность мою заместителем заведующего отдела Центрального Мексика Партии по связям с коммунистическими рабочими партиями и как заведующий я занимался советско-китайскими отношениями и нес за это прямую ответственность, мне не нужно никаких особых свидетельств и доказательств, чтобы сделать вывод о том, что в конечном счете, повторяю, в основе лежали субъективные отношения, которые повели к слому советско-китайских отношений, которые были добрыми и дружественными. Все. Спасибо. Стоп. Субтитры создавал DimaTorzok